Дамы и господа, добрый день. Можем начинать? Да. Продолжаем с морфологией мансийских диалектов. Теперь следующая тема – это субъектное спряжение плюс страдательный залог, значит, категории глагола мансийских диалектов. Впервые посмотрим, какие лишние суффиксы были в древнем мансийском языке, в субъектном спряжении и страдательном залоге. В основном все эти очень похожие на суффиксы древнехантийских глаголов. отражаются в форме соответствующих личных местоимений, как мы здесь видим. В первых лицах видим вообще «м», в множественном числе «билобиальное ве», «н» во вторых лицах, и в третьих лицах встречаются всегда суффиксы грамматических числ существительных, значит, в единственном числе «нуль», в двойственном числе «дамма», «г», и во множественном числе «тэ». Если смотрим на современные, в кавычках, мансийские диалекты, то видим, что на юге и в этом случае отсутствуют лица двойственного числа, потому что это число совсем исчезло в этом диалекте, и, впрочем, в единственном числе во множественном видим те же суффиксы, которые были употребителями и в древнем амсийском языке. Положение в основном очень похожее и в восточных диалектах, за исключением того факта, что здесь сохранилось двойственное числе, именно как и в других диалектах, то есть на западе и на севере. Объектное спряжение. Здесь личные суффиксы почти те же самые, которые мы видим в субъектном спряжении. Единственная разница в том, что в третьем лице множественного числа здесь употребляется специальный суффикс an-an с тем суффиксом множественного числа, о котором я уже говорил вчера, следы которого мы можем открыть в прибалтийско-финских языках. Только следы. Ситуация в современных диалектах в основном не различается от того, что я раньше сказал. Продолжаем. О чередовании я уже не хочу говорить, потому что я указывал на этот факт несколько раз. Возьмем теперь южный диалект. Я собирал парадигму глагола «Л» — «БИТЬ», «УБИТЬ», но уже теперь должен вам сказать, что в этой колонне опять опечатка, и буква «И» — лишний элемент. Надо выбросить везде в этой колонне. Как я уже сказал, в южном диалекте в основном два презенса. Презенс моментанем — мгновенное настоящее время и презенс дуративум продолжительное настоящее время. Презенс моментанем функционирует тоже, как и будущее время. Это двойное явление существует более или менее и в восточных, и в западных диалектах, но не такой развитой системой. Презенс моментанем. Презенс моментанем был «гамма» «Именно как и в других диалектах в обычном, настоящем времени». На север диалекте «Сосва» «Алигамма» «Гамма» «Которая исчезла в Тавдинском Говере» «На севере это время сохранилось нормальным презенсом, а на юге родилась новая категория. Мимо продолжительного настоящее время «ЛНТМ» «Я именно теперь убью что-нибудь, кого-нибудь», где элемент «Ант» «Ант» «Суффикс» «Фреквентативности». В прошедшем времени видим тот нормальный старый суффикс прошедшего времени уральского языка основы «С». И перед «С» появляется «А» «Долгое» как тематический гласный, которого в венгерском языке не виден, не существует. В страдательном залоге имеются те же суффиксы, которые видим в действительном залоге, за исключением, конечно, суффикса страдательного залога. Это «В». «В» – глобиальное. Этот суффикс был оригинальный, но рефлексивный суффикс. Вчера уже сказали мне. Как по-русски? Рефлексивный. Рефлексивный. Возвратный, спасибо. Я буду спрашивать и в следующий раз, хорошо? Значит, был возвратным суффиксом, именно как суффикс хантейского страдательного залога «у» плюс «е». Может быть, это хантейское «у» и майстейское «уе» этимологически те же самые элементы. Когда в Тавдинском Южном Говоре пишется «эрилусированное» вместе с «билобиальным», «в»…» Понятическая реализация этого комплекса зависима от качества первого… гласного первого слова либо «у» либо «у». И в формах, как, например… Алиум… Это не произносится… Понятический… Значит, полугласный, ясно, полугласный… Объектное спряжение… Объектное спряжение… Объектное спряжение… Алиум… Алло… и ЛНТИ… «ЛНТИ…ЛН», «ЛНТИ…ЛН», «ЛНТИ…». Итаг дальше, итаг дальше… А в прошедшем времени суффиксом этой категории употребляется «т» – «elastem», «elastem» и так дальше, и так дальше. Но в третьем лицо единственного числа имеются варианты «elast» – можно сказать, что исторический нормальный суффикс. «elastem» – вторичный суффикс, где появляется тот «el», который мы видим в настоящее время. «elantem», 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 «elastem» аналогично появилось здесь суффикс «el», и это может даже выпасть. Уже мы видели в случае инструментала творительного падежа, что есть варианты суффикса, падежного суффикса «el» и «tl». «tl» – «t» и редуцированное «pius» плюс «el». Подобное чередование видим здесь и в спряжении глаголов. В третьем лице множественного числа появляется всегда обновление майсийского языка личным суффиксом этой категории «an-an», который суффикс может выступать и редуплицированным, как видите, в случае объекта во множественном числе. Один «an-an» указывает в этом случае на множественность определенного объекта и другой «an-an» на лицо агенса подлежащего. Сослагательное наклонение или кондиционал – суффикс. Из этой категории старый уральский элемент, который находится, между прочим, в фрибальтийско-финских языках и в венгерском, но в хантынских диалектах его нет. Венгерском это тоже суффикс кондиционала. Например, «Ол», «Бит», «Убит», «Ол», 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 «Ол». В моем родном языке объектное спряжение оформляется другим образом, отдельно от обскоугорских языков. Этот суффикс «эн», как я сказал, имеется и в фрибальтийско-финских языках. Например, «Асу» «Жить где-нибудь». Асуне, может быть, он живет где-нибудь. Эта категория в финском языке, в фрибальтийско-финских языках называется «потенциалист», значит, выражает возможность. В тавдинском говоре видим здесь те же колонны, которые нам уже известны. И эта форма с суффиксом «эн», я называю по-русски сослагательным наклонением, но есть и другое наклонение, условное наклонение. Это обновление тавдинского говора, которое возникло с помощью частицы. Да, в значении, если эта частица комизирянское заимствование, которое употребляется, можно сказать, во всех мансийских диалектах, и начал встроиться в структуру финитных глаголов во всех диалектах, но новой категорией стала эта форма только в тавдинском говоре. Но подобные явления видим и в других диалектах везде. Я изучал все тексты этого диалекта от Мункача, от Каннистов, но не нашел ничего о том, что это наклонение имело бы и субъектное, и объектное спряжение. Может быть, есть, но я не нашел. Или собиратели не записали такие формы. Повелительное наклонение не имеет никакого суффикса, только корень глагола употребляется вместе с личным окончанием. И если речь идет об объектном спряжении, тогда видим и суффикс определенного объекта. В случае повелительного наклонения надо говорить и о формах, которые выражают нежность говорящего. В этих формах употребляется по всей вероятности такая частица, которая имеется и в других диалектах и выражают прекативус, нежную форму. Здесь, на юге, я нашел эту форму исключительно в повелительном наклонении. Значит, Эл Кэйн, убей, пожалуйста. Эл Кэйн, убейте, пожалуйста. А категориальный указ звучит Элэн. Элэн. В связи с хантинскими диалектами я уже говорил о наклонении неочевидного действия. Раньше я в афмансийских диалектах не нашел такие формы. Но когда за последние недели я перелистывал мои источники, я нашел одни примеры, которые по всей вероятности представляют наклонение очевидного действия, как здесь. Начиная с одного конца чего-либо, достигает другого конца, придет до другого конца, могу добавить, говорят, думают некоторые и так далее. Не спрягаемые формы, инфинитив всегда Энг или лабиализованное Энг. Причастие настоящих времени имеет Энг, как во всех диалектах, например, Элн, убьющий, Анн, живущий. В прошедшем времени имеем дело и с суффиксами им, ам, именно как и в депричастии. Значит, фонетически не видна разница между суффиксами причастия прошедшего времени и суффикса депричастия. Восточный диалект нижней конды с глаголом вер, вер, делать, работать и тат, носить. Самая важная разница по сравнению с лавдинским диалектом является то, что здесь, конечно, имеем и формы двойственного числа. Впрочем, система очень похожая. И еще здесь должен упомянуть тот факт, что в храмансийских диалектах нигде не видим следов бывшего суффикса т во вторых лицах, как в храмансийских диалектах. Значит, здесь мы имеем дело везде исключительно суффиксом, содержащим «н» во вторых лицах. Объектное спряжение. Я мог бы сказать то, что я сказал о табдинском диалекции. Объектное спряжение. Здесь имеем похожую ситуацию. В синтаксическом отношении очень важно, что многие финно-угристы попробовали открыть тайны употребления объектного спряжения и мансийского, и хантийского языков, но до сих пор, к сожалению, нет удовлетворительных достижений. Поэтому я могу предлагать присутствующим углистам заниматься этим вопросом. Тексты есть, и все еще есть живые информанты, с которыми было бы нужно работать долго и много. Сослагательное спряжение. Опять суффиксом «н» страдательное спряжение, наклонение. Имеет здесь тоже, конечно, «в». Глобиальное, как суффикс, нежно с выражающей формы. «Мин кэм» «Я иду с удовольствием». И так дальше. Неочевидное действие образуется суффиксами «причастия», «причастия» настоящего времени и прошедшего времени. И здесь у меня только один пример. «Мен миннамен», «мень», «покамен», «муя», «ялен». После того, что «мы ушли», «говорят», «думают» и так дальше, и так дальше. Суффикс «инфинитива» здесь «ха» и «ха» «лобиализованные». Суффикс «ха» и «ха» «Причина этой двойности» «То, что первомачальная форма этого суффрица…» «Лобиализованная форма». В абсолютном конце слова группа согласных стал простым таким образом, что один из элементов выпал. Здесь видим то же самое, что раньше, что суффикс «причастие» в прошедшее время, суффикс «непричастие» имеет ту же форму, фонетическую форму. И, конечно, это «непричастие» этимологически соответствует точно хантыским «непричастием» формам «мин», «нин», «мен», «ман» и венгерскому суффиксу «вававанвейн». «Пелимский диалект». Здесь видим альтернативные формы в спряжении эти параллельные формы находятся и в других западных диалектах вследствие того, что суффикс настоящего времени «гамма» ассимилируется либо либо согласным основе глагола, как здесь «киттам», или образуется дифтонг из этого гласного плюс «гамма». «гамма» в лицах в первом и втором лицах единственного числа и в третьем лице множественного числа так имеем три возможные формы подобно и в прошедшем времени, как видите, «киттам» «киттам» его создание образом в какую Во многих совпадают эти формы с формами предыдущих диалектов, только в оформлении в колоннах единственного числа имеются опять альтернативные формы. Здесь в этих формах суффикс определенного объекта в единственном числе функционирует L. Здесь только суффикс личный, который присоединяется к форме настоящего времени и альтернативно может выступать и редуцированное. Эти формы здесь возникли по всей вероятности под влиянием китита. Где T указывает на третье лицо единственного числа и под влиянием этого употребляется здесь только личный суффикс. Здесь тоже плюс альтернативно. Момент еще. Уже я говорил несколько раз, что формы будут все проще и проще в истории языка, по крайней мере в этих диалектах. Здесь формы определенного объекта в двойственном и во множественном числе уже совсем совпадали. Значит, формально, морфоматически нет никаких разниц между формами двойственного и множественного объекта. Ситуация здесь похожая, что мы видели в других спряжениях. Повелительные наклонения тоже совпадения. Киттен употребляется здесь субъектом спряжения во втором лице единственного числа. А, впрочем, киттен почти везде, альтернативно тоже киттен, этот указывает на множественное число определенного объекта, но употребляется и в случае двойственного объекта. Значит, совпадения видны. Страдательным залогом. То условное наклонение начало возникать и на Западе, о котором я говорил в связи с Савдинским говором. Продолжение следует... Очень мало примеров для категории наклонения очевидного действия. Минам. 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 Страдательный залог имеет суффикс в, и в этих формах, вармуган, вармуган, должно присутствовать два в, но форма упрощается, вместо долгого ве, имеем дело только с кратким. Особенность движения, наклонение очевидного действия, здесь я мог составить целую парадигму благодаря Ромбандеевой. Продолжение следует... На севере спряжение неочевидного действия имеет и субъектное, и объектное спряжение. Здесь мы видим целую парадигму. Определенный объект может быть в единственном числе, или в двойственном, или во множественном, и везде имеем тот определенный суффикс, который мы видим и в других частях глаголной парадигмы. Имеется и страдательный залог у... в категории неочевидное действие. Что является особенностью этого северного диалекта, что есть формы, которые выражают нежность и пренебрежительность говорящего. В грамматиках это выражается термином прекативус, но мне думается, что здесь речь идет не о особой категории спряжения, а о словообразовании. Суффиксом этого спряжения функционирует уменьшительный суффикс «ква» или «ке» в сегвинском диалекте. Другой уменьшительный суффикс, пренебрежительность выражающий суффикс «рис». Пи, сын мальчик, пихве, мальчишка, любимый мальчишка, хум человек, хумрис человек, не очень симпатичный. В сегвинском говоре видим такие формы «варитем» в прошедшем времени, «варостем» и так дальше. Здесь несколько примеров этого спряжения, которое в основном может быть только словообразование. Неспрягаемые формы глагола, те же формы видим, как и в предыдущих диалектах. В некоторых диалектах я нашел формы, которые напоминают на конъюнктив. Везде образуются такие формы на основе инфинитива. В табдинском говорим «усом аламкам» «пусть я буду ударенным». «Каямкам» «чтобы я был бы тронутым». На севере «патункам» «чтобы ты приехал». И так дальше, и так дальше. И потом спарные глаголы, которые я уже упомянул в связи с антийскими диалектами. Об этой категории обско-угорских языков раньше не писали, но я был очень любописен. Если существует ли эта категория, и за последние недели я перечитывал несколько текстов, и мне кажется, я нашел такие формы, которые могут быть спарные глаголы, как, например, на юге табдинский говор, то импай, то снег перестал, падая снег прекратился. Туркологи знают очень хорошо эту категорию. В антийском языке тоже есть несколько примеров. Эта категория очень хорошо известна в марийском языке прежде всего, но существует и в пербских языках, то есть в угорском и коме. Приставки глагольные, можно сказать, что это типично угорское явление. Но категория появилась и в сирокубском языке, может быть, там совсем молодое явление. И есть и в эстонских диалектах, где категория появилась как калька из нижненемецкого языка. Обско-угорские глагольные приставки происходят из угорского языка основы. Имя существительное. Здесь перечисляются падежные формы вместе с суффиксом коллективности. Это южный диалект. Я думаю, не стоит говорить подробно об этих формах. Они говорят о себе. Притяжательные формы, конечно, без двойственного числа его уже нету. Личные местоимения. Здесь видим именно такую же пеструю форму, как в случае хантейских личных местоимений. Много вариантов и в одном диалекте. И эти языки отличаются существенно от венгерского. Личные местоимения имеют только именительный падеж и винительный падеж. Другие функции выражаются с помощью паслелогов, к которым присоединяются суффиксы личные. Возьмем пример. Дативус, лативус. На юге МНМ, ЯН, суффикс, латива, датива. Вы Ahmed, службе и латива. Я и, суффикс, латива, датива. Я и, суффикс, латива, датива. Та, Little肉, российский стабиль. Теперь падежный суффикс, существительный, например, и на круге, и м, притяжательный суффикс. Большинство современных венгерских падежных суффиксов возникали в течение столетий из послелогов. В первописменных памятниках видим еще такие формы, где эти суффиксы были еще ясны в послелоге. Даже в самом первом языковом памятнике, как это называется по-русски, церемония над мертвым... Да? Да, да, да. ...и парадигмы других диалектов. Важно, что в южном диалекте есть комитатив, но нет, по-видимому, уличных местоимений, а в других диалектах употребляется здесь суффикс инструментала, тл, который имеет две формы, л и тл. В личных местоимениях только длинная форма находится. Западные диалекты. Много совпадений. Северные диалекты. Обращаю ваше внимание на это слово. Кол, дом. В начале собрания текста в этом слове был пришел лавиализованно. Значит, вольт. И во время камнисток. Здесь уже был только стойка. На юге это слово имеет. И гласный лавиани, который лавиализировал в других диалектах. И даже в финногорском языке основа была здесь. И гласный лавиани, который сохранился в финском. И гласный лавиани, пишется. Кюля. Кто знает слово? Деревня. Ага. Знаю. Кюля. Кюля. Деревня. Я обозначал первоначально дом. Только дом. В некоторых выражениях в финском языке все еще имеется это значение. Менен кюлян. Дословно иду в деревню. В основном иду в дом. В дом кого-нибудь как гость. комитет есть и другое интересное явление. Это то, что творительным пользователь стоит либо в датильном падеже либо в инициальном падеже . А в этом последнем случае выражает пациент то есть предмет действия будет обстоятельством и стоит в творительном падеже . Когда предмет действия выражается в творительном падеже предложение выражает тот факт что предмет действия будет в распоряжении собственности того для кого был сделан. Например . Я даю сено своей лошади дословно я даю свою лошадь со сеном или . Я даю сено своих лошадей дословно я даю своих лошадей со сеном везде имеется эта возможность выражения объекта в обскоугорских диалектах здесь есть несколько примеров из хантейского языка после логии именно как и в других финно-угарских языках могут иметь лишние суффиксы суффиксы я не совет по вашему обычаю в английском языке возле меня сложные слова особый тип это подытоживающие или копиративные слова об этих их в венгерском языке подобное слово исторический арц лицо ор нос плюс сай род эльфинском ма илма мир свет ма земля страна илма воздух страдательный залог страдательный залог страдательных предложениях агенс то есть действователь стоит в дательном падеже суффиксом и пациент в именительном падеже всегда еще одно интересное явление этих языков значит фанатистского английского то что я тоже говорю об этом что непереходные глаголы могут спряжаться в страдательном залоге есть такие примеры как враг приходит к нам переводить дословно на русский язык по-моему невозможно но я попробовал мы врагом пригождены на север на север коль авем и октава коль с лабиализованным кто-нибудь приходит к двери моего дома дословно кем-нибудь дверь моего дома пригождена и подобное явление маргинально имеется в немецком языке например переводится танцуют по-моему это по-моему по-моему Сравнение. В обско-угорских языках не имеется компаратив морфоматический. Сравнение выражается вообще таким образом, что один из сравниваемых слов стоит в облативе, в отложительном падеже. Так, например, ты в анамнел вер, он моложе меня, анамнел, меня от меня, вер молодой, на севере, там анамнел, то же самое, или нан, ашамнел, янов, ты больше моего отца, ашамнел, от моего отца, янов большой. Превосходная степень. Об этой категории нашел что-нибудь только в книгах Ромбандеевой. Она пишет, что это можно выразить частицей. Сака очень, ся, слишком и так дальше. Так, например, сакатак, очень прочный сарьер, самый сильный, или повторением прилагательного, можно тоже выразить, за эти формы. Мань, мань. Ах, так сказать, ацам, я забрал самые маленькие камешки. Порядок слов в предложении в основном субъект, объект и сказуемое. Но в маньсильских диалектах порядок слов более свободный, чем в французском. Можно сказать, в этом случае маньсильские диалекты имеют почти такое положение, как и венгерский, нам тоже порядок слов сравнительно свободный, не абсолютно. Суффиксом порядковых числительных является старый НТ, который сегодня существует в маньсильских диалектах. Форма НТ и Т, здесь видим пример, кором, три, кормент, как основа склонения, основная форма здесь, кормат, как и кау, хурмат, хурмат, на север, хурмит, хурминт. Подобные ситуации увидим и в хантинских диалектах. Дамы и господа, я таким образом пришел к концу своих лекций. Благодарю вас за внимание и у вас теперь возможность задавать вопросы. Попробуйте, пожалуйста, и попробую отвечать. Попробую. Спасибо. А можно вопрос по поводу, вот у вас же был пример корова, да? Да. Он, как еще раз звучит по, как правильно звучит? Да? Корова, как правильно, да. Это коми-заимствование сагар в западном диалекте. Заимствование из тюркских? Из тюркских, нет? Сагар? Да. Может быть, в основном это тюркское слово, но в Майнсе получили это слово из коми. А, а у коми откуда появилось, неизвестно, да? Просто в тюркских тоже, ну вот, сагар, сагар. Значит, ситуация может быть очень сложная, если речь идет о кочующих словах. Очень много лексемов в европейских языках, которые отправились из древнегреческого или латинского языка и теперь находятся во всех альтайских, индоевропейских, уральских языках. Как заимствование? Как заимствование? Особенно в Европе является это общим явлением вследствие христианизма. Потому что переводы Библии приносили с собой старую лексику. Либо переводили на национальные языки, многие понятия, или взяли первоначальное слово греческое и латинское. Один из этих самых интересных приключений, судьба слова яблоко, о котором писал интересную статью финский профессор Йоки. Дарвандарна Апфелл. Яблоко, качуя, качуя, шею, или так? Слава, так, явно, в славянских языках. Германско, виталианско, мела, венгерский алма, тюркское, заинствование, очень похожие слова в тюркских языках, в аргийском языке, в финском языке, и так дальше, и так дальше. Прародиной яблока была область Кавказа, по всей вероятности, и оттуда распространялось и яблоко, и его название. Похожая судьба была у слова «чай», из китайского. Русский «чай», немецкий «пей», и так дальше, и так дальше, этим логическим, те же слова. Я не знаю, как это в тюркских языках, может, похоже. Ага, чай, ага. И в турецком языке? Ага, ну вот.